Ребята, всем привет! С вами Ксюша и это второй день в Москве. Мы сегодня проснулись часов в 10. Хорошо выспались. Кровать очень удобная, спали мы прям отлично. Время сейчас 13.17. Вы спросите, Ксюша, почему вы не гуляете? Почему вы еще не выходили из отеля? Все просто. Мы пытались загрузить вам видео на YouTube первого дня. У нас пока что ничего не получается. I'm so sorry. Поэтому это видео, скорее всего, выйдет вечером, либо же днем. Посмотрим. Но все равно оно выйдет, не переживайте. Просто у нас происходят технические неполадки. Ну ничего, сейчас самое время, а часть дня, чтобы выйти на улицу. Но я успела принять душ, накраситься, выбрать места, в которые мы сегодня пойдем. Я выбрала такие места. Сегодняшний день будет самый крутой и интересный влог получится. При этом я уже отдохнула и вообще все супер. Я предлагаю уже ехать. Сейчас вам скажу, куда мы поедем. Кстати, мы еще не завтракали, но выпили по две чашки кофе. Поэтому сейчас мы поедем в Redbox пробовать мишек. Я думаю, что все знают популярный десерт. Это кафешка Тимати. В общем, там есть такие десерты мишки. И, кстати, мне, ребята, в комментариях писали, Ксюша, давай есть, пробуй мишек в Москве. Этого медведя можно прям вилкой вот так вот хрясим по голове, и он напополам распадется, и вообще прикольно. Это такой десерт, как тортик, пироженка в виде мишки. Там можно выбрать любой вкус. Я, наверное, возьму либо черного медведя, либо золотого. А вот, кстати, мои пакетики, которые я купила вчера в ГУМе. Вот эти два, этот с поезда. Вот сюда будем все красивенько расставлять. А потом будет обзорчик покупок. В Питере, как обычно, мы все откроем, когда приедем домой. Сразу же. Посмотрите, как я устроила зону макияжа. Что-то лежит в косметичке на полу, что-то лежит на столике. Значит, тут стульчик я вот так поставила напротив зеркала. Тут я крашусь, стрелочки там и так далее. Могу на стульчике краситься, могу вот так краситься. Вообще, могу лежа краситься. Короче, очень удобно. Но есть один минус. Не хватает цвета. И как бы я привыкла краситься немного в других условиях. И стрелочки у меня, возможно, сегодня получились немного странные. Без, если вот этой черной подводки снизу, получился вообще другой разрез глаз. Мне прям это не понравилось. Ну, ладно. Вот так, в принципе, ничего. Нормально. Оцениваем в комментариях. Я вообще специально сделала такой макияж на этот день, потому что сегодня должно быть много крутых фото. Все, погнали. Правда, я еще не знаю, как у меня взять сумку. Либо вот эту, либо белую. В первой половине дня я иду с этой сумочкой, а во второй половине дня я иду с другой сумочкой. Потому что сейчас мы идем еще в сумку. Сейчас все узнаете. Предлагаю выходить. Но сначала куртку надо надеть. В первый день мы по мне говорили, где мы поселились. Так вот, наш отель. Вот там. Мы жили прямо в том же здании, на том же этаже, где и кайф. Но, к сожалению, кайф сейчас закрыт. Я вам могу даже показать. Пойдемте, пройдем. Вот и кайф. Он закрыт. Спасибо, давайте. Хотела я снять такое видео. Придет время, снимем. А теперь мы идем на улицу. Садимся в такси и едем в Redbox. Кстати, тут это зеркало, мое самое любимое. Вот тут такие фоточки прикольные получаются. А вот это зеркало тоже красиво, потому что здесь сзади такие декорации. И в зеркале это все видно, и фото получается супер. Короче, я так жду, когда откроют кайф. Его, по идее, уже скоро должны открыть. Примерно в начале ноября или в начале декабря. Где-то так. Можно поехать на лифте, можно пойти по лестнице. Чтобы снять для вас влог. Этот Redbox есть на Новом Арбате. И еще на какой-то улице, я не знаю. На самом деле, по местности удобно и там, и там. То есть на такси вообще без разницы, куда ехать. Время одно и то же. Но я решила поехать в Redbox именно на Новом Арбате. Потому что у них две точки. И вот это открылось последней. Поэтому мы едем туда. Я хочу там попробовать Мишку. Или черного, или золотого. Посмотрим. А вечером мы хотим заказать Redbox домой. Надеюсь, у нас все получится. Походу погода опять не радует. На выход. Мы приехали на Новый Арбат. Если я не ошибаюсь, то там Moscow City. Видно большие башенки. Я не знаю, как они называются. И, кстати, интересный факт. В Moscow City у каждой башенки есть свое название. Москвичи, поправляйте, если я не права. Redbox где-то здесь. По идее, нам нужно на ту сторону. Но если нам ехать туда на такси, это еще плюс 10 минут, чтобы вот так все объехать. Если это делать не на такси, то можно просто спуститься и по подземному переходу перейти на ту сторону. Кафе будет где-то там. Нужно будет поискать. Идем. Ребята, офигеть. Смотрите, вот Redbox. А вот мы. Нас не довезли. Нам нужно не туда, в сторону Moscow City, как я думаю, а туда. Нас не то, что не довезли, а перевезли. Ну да. Ребята, мы идем в сторону Redbox и увидели по дороге бар Мумий Тролль. Мама сразу в шоке. Я нейтральна. Поэтому мы проходим. Блин, я бы сходила. Знаешь, Мумий Тролль такой классный. Ну ты что там Мумий Тролля не увидишь? А вот волки, елки. А мы хотим валить в медведей. А я потом пойду Мумий Тролль тогда. Но потом, зимой какую-нибудь. Мы шли-шли. Я думала, что мы не дошли, а мы, оказывается, дошли. За спиной у меня Redbox. Я даже не думала, что он так выглядит. Очень крутой дизайн. Такие стекла красные. Тебе какой больше нравится? Левый или правый? Они одинаковые. Заходим. Видите, интересный факт. Это кофточка из Kixbox. А тут Redbox. Сейчас я вам покажу медведей, которые тут есть. Этот мы не смотрим. Фиолетовый. Ванильный крем-дипломат. Бисквит, шоколад, клюква, брусник и черная смородина. Глазурь, белый шоколад. Золотой крем-лесной орех, черная смородина и кормильный бисквит. Я хочу взять золотого мешка и черного мешка. Потому что они будут подходить под мой лук. И видео будет очень прикольно. Одному медведю оторвать голову, а второму медведю вилкой вот так вот. И у меня будет два кадра целых. Класс. Также есть бело-красный. Тут ганаш-маракуйя, ананасов-банановый конфи, ананас, безглютеновый бисквит, кокос. Вот. И черный это крем-чизкейк, клубника-конфи, безглютеновый бисквит, шоколад-миндаль. Это мы заказываем. И еще мы хотели что-то взять попить. Я думала взять какую-нибудь мачо, но тут я ее что-то не вижу. Я вижу горячий шоколад с маршмеллоу. Как это вкусно. Но у меня аллергия. Эспресс-баббл-кофе. Рассказываю. Это, короче, просто кофе со сиропом-баббл-гом, наверное. Не люблю такое. Давай прож. Так, мачо есть зеленая и синяя. Так, ну синяя, она... Куда синяя? По ксентре можно взять пофоткаться. Берем две мачо. Зеленая и синяя. Попробовать две. Нам принесли и медведей, и мачо. Посмотрите, какая красивая мачо. Синяя. Такой цвет у нее прям небесный. А зеленая мачо, она как обычная мачо. Нежные цвета, короче, для фоток. Черный медведь у нас с шоколадным минальным бисквитом, кремом крем-чиз. И какой-то там еще конфит. Смотрим. Вау. Вот такой красивый медведь. Хочу их резать на видео. И на телефон, то есть и на камеру. Черного медведя я разрежу вилкой пополам прям. Золотого медведя я ему руками прям отрву голову. Такая я коварная. Я выбрала золотого медведя, потому что он очень красиво блестит. И его нужно прям нафоткать, наснимать. Надеюсь, вам его хорошо видно на камере. Давайте начнем с золотого медведя. Мы еще решили заказать роллы. Они скоро придут к нам сюда. Снимаем медведя и до роллов, потому что веса на столе должна быть все, ну, как бы побольше. Капец, как страшно. Золотые ручки. Капец, все золотое, даже телефон золотой. Я пошла мыть руки. Буду показывать выпьенок телом. Карамельный бисквитик. Это конфи из черной смородины. Мус какой-то, я не помню, что это, ребята. И это все в шоколаде золотом. Вот наша голова. Тут мой отпечаток пальца. Теперь мы берем вилку и убиваем этого медведя. К нам пришли роллы. Посмотрите, какие мы заказали роллы. Они прям на такой тоненькой дощечке, как на скамеечке такие сидят. Спокойненько. Подождите, это попозже. У нас тут вообще-то медведь. У нас тут все вместе. Вкусняшки, роллы, мачо. Тут бисквит, шоколад, миндаль. Также конфи. И крем-дипломат. Капец, я уже очень хочу есть. Я так прикольно разрезала. Конечно, вначале я подумала, что как обычно ничего не получилось, но нет, прикольно. Ребят, как вам разрез? Оценивайте. Ложись. Ложись, чел. Он стоит, переклинан на каком-то креме. Мы сейчас это все оставляем. Все десерты. Едем роллы. И десерты на десерт. Последняя роллина. Нам сказали, что лучше это есть вилки, потому что палочками эти роллы разваливаются. Я его сломала. Нет. Лучшей с вилкой. Вкусно трэш. Пришло время попробовать черного медведя. Это его нога, я так понимаю. Капец. Очень вкусно. У него сейчас башку отмолится. Ксюша Хаук. Смотрите, какая ручка. Красиво порезала, да? Соброситесь. Пробуем. Я вот возьму кусочек. Здесь и бисквитик, и крем, и ягодка, и шоколадка. Очень вкусно. И тот, и тот. У них вкус вообще разный. Прям такой сбаланселенный. Я не могу выбрать, какой из них лучше. Мне нравится и тот, и тот. Давайте я сразу тогда попробую мачо. Вкусно. Обычная мачо. Зелененькая классическая. Как будто такая же. Просто мы в разный цвет, и все. Ну все, в кафе мы с вами прощаемся. Встретимся уже на улице. Кафе классное, впечатление вообще классное. Мы сюда обязательно еще вернемся. И в Питере будем в него тоже ходить. Мы уже возле такси. Наш лог продолжится уже в ЦУМ. Мы уже около ЦУМа. Решили в этот раз зайти с другой стороны. Этот вход очень красивый. Мне он в какой-то степени даже больше нравится. Сразу куда мы идем? Смотри, здесь ювелирка. Неудобная сторона, нам ювелирка сейчас не нужна. О, аквадипарно. У меня оттуда есть аромат уже один. Так мы проходим. Ищем какие-то ароматы. Я, кстати, сегодня не надевала линзы. Пока ехали в поезде, весь раствор вылился. Линзы не хранились в растворе. А так нельзя, я надеваю, у меня жгет глаз. Поэтому я ничего не вижу, мне нужно близко подходить. Мама, я пришла. Давай будем вот это смотреть. Здесь свечи, крем для тела, это гель для душа. Это мыло, а вот это лосьон. А цена какая? Семь, да, тысяча одно стоит? Да. Вот тысячи, я даже с тем не знаю. Пойдем все обойдем, потом если что вернемся. А это бакарат. У меня уже есть тоже в планах купить бакарат. Но не в этот раз, я прямо уже знала, когда я их куплю, но пока что вам не скажу. Именно вот такие мне нравятся экстракты. Экстракты тут нет. Баночки-пусты. Это вообще самые вкусные духи. Но они дорогие, 35 у них стоит экстракт, потому что. А это те, которые мы в прошлый раз покупали в Москве. Сейчас скажу, какие у меня такие. А, нет, вот, вот такие я купила вроде. Или нет, короче, не помню. Кто помнит эти духи, ставим лайк. Или вот эти были, не помню. Ой, смотри, их переставили. Так, вы тоже не хотели купить в тот раз? Да, сейчас скажу, какие-то вкусные есть. Скажите, это те духи. А, я думала, это не они, а это они. Так вкусно, прям все ваниль вообще. Кстати, мы уже подходили к фирме тех духов, которые мы купили в прошлый раз в Москве летом. Мне там так понравился один запах, он тоже с ванилью. Но самый крутой бакарат. Конечно, тут вообще без вариантов. У них тут вообще много ароматов. Смотри, это мезиор, куча разных. Там теплый, холодный. Это джадор. Масла всякие тоже есть. Я еще на сайте ЦУМа увидела сумочку Versace. Она вообще что-то дешево стоит. К сумочкам? Ну, окей, давайте пойдем к сумочкам. Это мужские духи. Я думаю, может, тогда мне взять себе сумку и взять духи папи, а не мне. Он искал вот эти. Когда мы закупались в золотом яблоке, нам дали пробничек вот такой, таких духов. Ему они так понравились. Короче, буду иметь в виду, сейчас походим. Я еще не знаю, что вообще брать. Сейчас будем ходить и думать. В сумме сегодня как на рынке, реально. Все что так болтат, все орут. Apple. Кстати, хочу посмотреть, есть ли тут у них чехол на мой телефон. Идем к чехлам Apple. Это не Apple. Чехлов не было. Поднимаемся на второй этаж. Где лестница? Мы нашли Versace. Ребята, сравниваем. Раз, два. Только моя лучшая такая, да. Не очень чистая. Нам вот сюда на третий этаж. Я вам покажу сейчас скрин сумочек, которые я нашла на сайте ЦУМа. Хочу посмотреть их. Я не знаю, куда идти. Я не знаю, куда идти. Посмотрите, какая. Тут есть обувь от Versace. Так, это желтенькие. Есть красненькие. Вот такие туфли раньше стоили 100 тысяч. Теперь они стоят 132. Ну, не особо подорожали. Ну, если сравнивать с другими вещами. Вот такие нравятся маме. Да, я бы такие купила себе на лето. А сколько они стоят? 83. Дороговато. А такие туфельки раньше можно было купить за 40 тысяч. Сейчас за 120. Обалдеть. Как вам такие бутсы? Как будто вылезли из Майнкрафта. А здесь есть вот такие красивые туфельки. Вот эти яркие. Мы до сих пор еще не Versace. У меня есть духи от фирмы Mugler. Давайте посмотрим на одежду, которую они выпускают. Вот такие штаны, леггинсы. Кто такое носит? Опять ржу в ЦУМе. Дальше вот такое платье. Но тут они ничего так прикольное, интересное. Такое ощущение, как будто платье просто вот взяли ткань и намотали там на себя. И такие, о, идеально. Как мумия прям. За сколько можно купить костюм на Хэллоуин? Пекница. Что такое? О, какие джинсы. Смотри, какие они у меня. Интересно, если бы я купила такие штаны Максу, как будем это оценим? Идем в Баринсягу посмотреть. Ой, смотрите, какая футболочка прикольная. Похоже, как будто пончик, знаешь? Пусть пончика такие штучки сделали. Цена будет 40. Все, бля. Не угадала. Блин. И, ребят, посмотрите. Я не знаю, что это халат. Пальто. 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 Потрогай мягко какое. Наверное, 1200 стоит. Слушай, такое классное вообще. А где ценник-то? Мне тут вообще нравится. Давай, ищем ценник. Это пальто. Да. Стоит 346 тысяч. А ты сколько сказала? Не знаю. Это сонаран. Три перышки. Прям потрогай тоже мягко какая. Ой, вообще. Ну, совершенно специально такое качество делают, чтобы было, ну, когда носишь, удобно было. Это вроде как шортики, а вроде как и не шортики. Посмотри, как красиво светится. Я даже не замечала, что вот эти вот штукенцы светятся. Мам. Мам, меня уже ничем не удивить, понимаешь? Ничем. Ничего интересного не замечаете в таких штанах? Зато можно меньше потратить. Не тратить на туфли. И одели на штаны. Можно сразу купить туфли, штаны. Это как котопес. А там трусов нет стройников? Мам, нету. Наконец-то мы нашли этот Versace джинс-кутюр. Капец, мы так долго до него шли. Вот эта сумочка, сейчас посмотрим, насколько она стоит. Здесь не помню, на сайте показалось 11900. И вообще прикольная сумочка. Versace джинс-кутюр. Да, прикольная. И места в ней много. А какие у тебя есть яркие? У нее снежно-голубая, фиолетовая нежная, вот эта синяя и все. Вот эта сумочка чуть подороже. Она прям огромная. 115800. Ну, как бы без проблем. Я могу купить ее, но я хочу купить еще что-то. И при этом еще хочу поехать у вас в Каус-Сити. О, смотри, маленькая какая. А тут, кажется, вот эта 11-ая. Да. И телефон даже больше. А что-то в боди и водолазка прикольно без плеч. Штучкинцы 28900. Как две сумочки. Да, в принципе, да. Короче, сейчас будем примерять вот эту сумочку. Смотри, какой маленький ремешочек. Ну, с курткой, конечно, не очень. Только если вот так. Лук у меня не подходящий к розовому. У меня еще есть, помните, аглишус такого же прям качества. Меховые фандали. Такого же цвета прям. Ну, тут у сумочка она чуть побольше. Можно ее сделать вот такую маленькую. Можно сделать маленький ремешочек. Сейчас застегнем. Клепочки удобные. Короче, можно ее вот так носить. А можно... Смотрите, фокус. И большая. Давайте посмотрим ее внутри. Ну, тут прямо она вообще огромная. Ну, кстати, так на меня не смотрится огромный. Versace написано везде. Versace. Кстати, сюда, кстати, вместятся и тетради для школы даже. У меня просто маленькие тетради. Они сюда идеально прямо вместятся. Короче, мы решили брать вот эту сумку. И она смотрится, ну, как бы уместно, что ли. Как раз она яркая. Она прям запомнится, что вот купила в сумме. У нас же в Питере ДЛТ есть. А тут сумма в Москве есть. И почему-то в ДЛТ мы как-то не ходим. А в Москве мы ходим в сумму. Пока упаковывают сумочку, я тут посижу, поболтаю с вами. Я уже все оплатила. Сейчас мы еще, наверное, походим по первому этажу. Потом поедем домой в отель. Позже поедем в Москва-сити. Хочу вообще обойти весь Москва-сити. Мне кажется, я не успею. Но, в принципе, у меня еще завтра целый день есть. Но нам нужно купить еще подарки. И папе, и Максу. Бабушкам мы уже купили. Подписчикам. Но, в принципе, пока все. Ну, манели. Покажу вам вещи блестящие. Платье. Вообще купец. Блестящее. Некоторые платья прямо даже глаз режут. Такое, как вот это. Тут такие мелкие блестки. Как интересно. Я, кстати, такие же лосины есть. Но нет этой фирмы. А вот такого же качества у меня есть лосины. Такое еще платье есть. Прикиньте на Новый год так. Сама как елка буду. Так, дальше. Смотри, какие шорты прикольные. Такие свободные. Класс. Так, вот наша сумочка. Едем в отель. Переодеваемся. И едем в Москва-сити быстрее. Будем мы там до вечера. Красиво, 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 красиво. Красиво. Ребят, вышли из отеля и видим снег. Трэш вообще. Че к чему? Снега по расписанию не было. I'm so sorry. Первый снег в Москве. В Питере у нас снега вообще еще не было. Хотя обещали. У нас в Питере вообще можно загорать. Такое ощущение по сравнению с Москвой. Я без шарфа. Шапка. В кармане. В сумке. А я тут стою такая. Ждем такси, чтобы поехать в Москва-сити. Ребята, мы приехали в Дубайск. Посмотрите, это Бурдж-Халиф. А тут очень много Бурдж-Халиф. Такой, знаете, город Бурдж-Халиф. Дубайск называется. Вот наш Афимол. Сейчас мы туда пойдем. И, кстати, помните, когда мы ходили в Redbox, я сказала, что вот Москву-четивина. Это уже тут было другое. Какие-то небоскребы. Так, быстрее переходим в дорогу. Теперь думаем, куда нам идти. Так, во-первых, я уже знаю, что я хочу купить. Просто иди за мной. Нам сейчас нужно спуститься на минус первый этаж, и там я тебе все покажу. Там, собственно, прямо. Помнишь, в этом магазине мы покупали ручки? Офисные называются. Я, короче, хочу купить себе побольше таких ручек. Проходим сюда. У меня такие две ручки есть. Фиолетовая и синенькая. Вообще идеальные ручки. Возьму себе побольше. Я, наверное, возьму вот так. Фиолетовую не буду брать. Четыре ручки на кассу. Смотрите, какие прикольные штукенцы. Это ластики такие. Класс! Предлагаю взять на розыгрыш подписчикам для вас. Так, сколько у нас подарков выйдет? Давайте сделаем три. Раз, два. А тут одинаковое наполнение. Когда без разницы. Три. Вот наш пакетик. Теперь идем обратно наверх. Это, собственно, все, что мне нужно было купить на минус первом этаже. У меня вопрос. Я одна не знала, что существует магазин отдельной косметики Кико. Это помадки, помните, которые мы покупали в галерее? Заходим. Я думаю, можно взять какой-нибудь блеск. Я хочу, чтобы у меня было много пакетиков. А потом пойдем в Ревгош. Потом пойдем в Тойс. Я хочу, короче, посмотреть себе какие-нибудь сережки недорогие. Можете взять какую-нибудь такую помадку? Неудовую. Мне кажется, у тебя вот такой нет розовой. Я всегда по этому выбираю. Мне он так нравится. Этот цвет просто хорошо сочетается. В принципе, если к нему что-то светлое можно выбрать. Но это слишком, мне кажется, светлое. Смотри, мама. Это твой любимый цвет? Ну да. А, это не он был. Как это? Нет, мы вот этот второй выбрали же. Я сейчас две нанесу, короче. Вот этот мне нравится. А по запаху? Ну, обычно, приятно. И вот этот. Да. Нет, первый мне больше нравится. Короче, первый берем. Ну да, вот, все. Смотрим дальше, проходим. Но цветные карандаши мне не нужны. Так, это все помадки для губ, помадки. Я думаю, что все. Пиши какие-то вот эти маленькие, да? У тебя такая есть? Да. Кстати, может взять? Смотри, это как все с блюстками есть. Не, я, конечно, хочу взять везде по чуть-чуть. Поэтому, как бы, можно не брать. Можно оплачивать и идем дальше. Ребят, было только что в Тойз. Посмотрела сережки и решила подумать. Потому что, например, в Пандоре мне как-то сережки нравятся побольше. Сейчас мы идем в Ревгусов. О, моя любимая фирма. Ха. В сумме я что-то не купила ничего из этой фирмы. Ну, смотри, вот тут есть продукты, которые стоят 7200, а так 6200. Знаешь, наверное, почему? Потому что в срок годности выходят. Не думаю. О, смотри, какие ведерки. Скульптор для тела. Скраб. Прикольно, да? Вау. Такие еще есть. Мыло такое прикольное. Я знаю, что здесь купить. Мы их хотели купить в сумме, но их не было в наличии. Эти духи просто бомба. А это что? А вот. Блин, какие они вкусные, капец. Мы их точно купим. Хочу купить маленький объем, небольшие. Хочу еще понюхать и вот эти запахи. Это другая вроде как фирма. Да. Просто такие упаковки красивые. Интересно, но как-то не вдохновляет. Ничем. Дальше беленькие. Ну, вкусно. Ну, вкусно. Но слой глаз есть, те лучше. Вот эти интересные. И стоят по скидке, смотри, маленькие. Ну, еще если, может, такие пока скидка, те успеешь в любое время взять. Ой, какой вкусный вот этот. Это что? Это вот такой розовенький. Мне тут больше нравится. Теперь этот вот точно убираем. А черного? А, это он есть. Короче, все-таки я беру Валентина. А вот эти я возьму в следующий раз. Я еще нашла тоуст, тость. Не знаю, как это неправильно. В общем, у них очень вкусные ароматы. Но я себе уже выбрала на сегодня аромат. Это просто мы как берем на заметку. А это уже не их фирма. Но можно понюхать. Лимончелло какое-то. Да, что-то с лимоном. Это мужское, но вообще не пахнет мужским. Прям одеколоном такими. Оно вкусно, кстати. Тут мазкина, смотри. Фу. Травой какой-то пахнет. Вот эти фу. Вот эти вот так. Вот эти вот так. Вот эти вот. Ну, тоже вот так. Хотя вот эти вкусные. Вот эти вообще очень вкусные, но у меня таких нет. Но я сегодня уже не хочу духи покупать в Ривгоше. Неважно. Я уже купила духи, но все равно хожу по духам. Мама, Нина Ричи. Помнишь, тебе яблочко у них понравилось зеленое? Его здесь нет, правда. Ну, вот эти помнишь? Такие прям желейки, конфетки. Вкусно. Сейчас скажу, какие у меня отсюда есть. Вот это есть. Вот это есть. Отсюда есть аромат из этой коллекции, но такого тут нет. Отсюда у меня нет ничего, кроме вот таких духов у Максов. Я собираю бумажки, потом в Питер приеду, буду все нюхать. Смотри, Фурла. Помнишь, у них сумочки были? Вот у них духи есть. Видишь? То есть крышечку снимаем. Ой. Так, и... Это однозначно лайк. Следующая розовенькая. Тоже вкусненькая. Вот черная вообще. Серебристая. Где-то она беленькая, где-то серебристая. Тоже вкусная. Это новинка, кстати, видишь? Черная мне больше всего понравилась. А еще я тебе сейчас покажу вот эту. Смотри. Боже, как хорошо, что я поймала. Вот это я, конечно, везунчик. Мишки вещают. Она, кстати, скользкая. Намазала кто-то ее. Вот это самое вкусное. Это что-то фрук. Ну, что-то так тоже обычно. Но вкусно. Я возьму вот такую малышечку. Посмотрите, вот такие духи. Потому что я все-таки собираю коллекцию духов. И у меня есть даже коллекция миниатюров духов. Вот. У нас тут 2 500. Думаю, можно взять. Идем на кассу. В общем, мама тут нашла мыло. И мы решили его взять. Вот. Берем вишню. Чуть купила духов в Ревгоше. На 9000 рублей. Когда хотела купить одни духи. Но купила случайно 2 духов и мыло. Сейчас мы пойдем в Apple Box. Золотое яблоко. Опять за косметикой. Трэш. Что делать? Кстати, вы сказали, что это не золотое яблоко. Это филиал. Типа золотого яблока. Золотое яблоко чуть дальше. Предлагаю пойти в золотое яблоко тогда уже. И спасибо за подсказки. Мы пока что не дошли до золотого яблока. Мы зашли в ИДБТ. А на самом деле это сефара. Мы в сефаре, ребят. Смотрим, что тут есть. Для душа все. У меня была такая. Точнее, есть еще такая. Такая была, помнишь, она в аквапарке у нас упала. Трэстнула. И вылилась? Да. Я не помню. Такая была штукенция. Вот эта тоже недавно она закончилась у меня. Прикольно. И вот такая была. У них вообще такие помады крутые. У меня осталось вот это. Осталось вот это. Вот это закончилось. Вот и с вишенкой. Ой, а что такая яркая? Ну, там есть увлажняющая, а есть нет. Поэтому нужно смотреть. Вот это прикольное. Бесцветное. С персиком можно взять. У меня есть вот такая тоже с крабом. Короче, думаю, можно вот это взять. Но я подумаю сейчас еще. Я еще хочу походить. Вот салфетки у них крутые. В общем, я поняла, что у меня закончился гель для бровей от Benefit. Вот. Он идеальный. Мне он так нравится. Буду иметь в виду, что мне нужно будет купить в Сифаре гель для бровей. Сейчас не хочу выбрать. Что-то новое хочу взять. Да-да-да. Мы дошли из золотого яблока. Вот оно. Кстати, в Сифаре мы ничего не купили. Я решила, что лучше я куплю что-нибудь в золотом яблоке. А Сифара у нас и в Питере есть. Хотя золотое яблоко тоже, но в золотом яблоке. Черная пятница. 50% скидки есть. И что у меня карцам есть? Все, идем. Что здесь найти такого интересного? Честно, я не знаю, что где находится, поэтому сейчас будем мы просто идти и смотреть. Какая особая щеточка детская. Это духи. Почему? Мы дошли до духов. Вот это да. Капец. Тут так много народу. Так все неудобно. В Питере у нас все поудобнее. Может, просто мне привычнее там. Не знаю. Но тем интереснее, ладно. Смотрите, бальзамчики. Гора гелей для бровей. Гора консилеров. Гора помад. Гора веснушек. Такое ощущение, что здесь больше даже всего, чем у нас. А мне кажется так же, не знаю. Я хочу купить что-нибудь от такой фирмы, от которой у меня вроде как и ничего нет. Что-то такое крученовое, необычное. Не знаю, или попривычнее что-то. Как обычно, я сейчас куплю духи, у которых у меня целый квартир. Идем около чупа-чуп с учен. Вижу я тут помадку, тинт, который у меня еще нет, вот с ванилью. Думаю, это первое, что я пока что возьму в золотом яблоке. У него просто цвет нюдовый, а у меня все от них такие более розовые. А этот прикольный. Первое, что я взяла в золотом яблоке, это тинт от чупа-чупс. А вы помните, да, я говорила? Хочу взять что-то необычное. Я у которой есть вся коллекция их. Тут среди фруди я нашла вот такой крем. Какая бомбочка прикольная, смотри. Единорожка. А этот и фирма у меня есть, скраб с черной смородиной. А что это такое? Я для души такой не видела. У меня такое ощущение, что здесь есть то, что нет в нашей. Ну, возможно. Не знаю, не уверена. Мы взяли один тинт и решили уйти из золотого яблока. Мы решили оставшиеся деньги, которые у нас остались, проесть. Где здесь кафе? Мы, короче, нагулялись, устали, решили просесть. Я поняла, что мне нужно очень влаш. Вообще, мы с мамой не особо любим этот магазинчик, потому что там, когда заходишь, очень воняет. Помню, когда один раз у нас окрасила все руки, когда мы пользовались этой бомбочкой. На ошибках я учиться не умею, поэтому мы идем в влаш покупать бомбочку. Только вопрос, вот где находится этот влаш? Это второй этаж. Подожди, так сказать, на первом этаже. А мы на втором. И что мы ходили по второму этажу, искали влаш, а он на первом? Мы практически прошли целый круг. Я уже устала идти. Я прям вообще утомилась. Теперь ищем выход. Класс! Кстати, я вам еще не сказала, мы сейчас поедем в Redbox опять. Супер. Поужинаем и поедем в отель. Все, уходим. Приехали в киксбокс. И, кстати, он, оказывается, есть рядом с нашим отелем. Вот я его уже там вижу. Пойдем. Наш отель, мне кажется, в самом классном месте, согласись? Угу. Вообще. Ребят, мы уже в кафе. Думаем, что заказать. Делаем обзор. Значит, такие вот есть лампочки. Такие столики. Позади мамы кухня. Посмотрите, что мы заказали. У меня, значит, креветки в соусе васаби. Мама, что у тебя? Какой-то салатик вкусненький. С креветками тоже. Мы заказали еще огромный сет. Там 27 роллов, что ли. Переоценили свои силы. Поэтому мы, скорее всего, этот весь сет заберем с собой. Все очень вкусно. Ну, будет и было. Посмотрите, какая красота. Тут прям был холбик. Прям такой сет пробов. Сейчас будем пробовать. Тут цена немного мешает. Мне ноготью пора, это сюда. Вы не думаете, что он у меня развалился? Нет. Я специально так сделала. Как это есть теперь? А мы уже приехали в номер. Посмотрим, что делает Ксюша. Что-то втихаря тут хомячит. Перед уходом из Redbox я себе взяла еще лимонадик. Это виноград алоэ. Вкус обычный. Сиропов не чувствуется особо. А что в том пакетике? В том пакетике остатки роскоши, да, бокса. Нам принесли просто огромный такой бокс из роллов. Открыли, потом вот так вытаскивали, и там роллы, и можно их уже есть. Короче, было 20 с лишним штучек роллов. Это так круто. Они такие прям кубиком стоят, как кубик-рубик. По вкусу все разные. Из меню там практически все роллы были. По три штучки каждого. Очень прикольно, что можно пробовать много разных вкусов роллов. Две упаковочки с роллами. Раз. Это то, что мы не осилили. Осилим это вечером. Время сейчас вам скажу. 10.40. Покупки, которые мы сделали сегодня, уже стоят на подоконнике. Вот они. Маловато. Но ничего. Потом будет отдельное видео с распаковкой этих подарков. Ой, покупок. Ку-ку, что это? Ребята, спасибо пока. Я спать уже. У нас уже час ночи. Я уже в линзах. Я сегодня наконец-то надела линзы, как я скучала. И глаза не жгет. Вот так пришел наш второй день в Москве. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока.